У нас с тобой игра на прохождении визуальная новелла. Я тебе немножечко расскажу, о чём эта игра, в принципе, что она с тобой ожидает. Оставшись без связи и возможности самостоятельно выбраться, герой практически теряет надежду на спасение. Кто-то стучится в окно, а кто именно, мы об этом с тобой и узнаем. Многие люди читают традиции, да и к преданиям и к легендам относятся очень осторожно. Где-то нельзя купаться до трёх гроз, а где-то даже умерших людей приглашают за обиденный стол. В наших краях детей пугают духами леса. Духи живут в деревьях и земле, но дневной свет им не мил. Они прячутся в корягах, подо льдом или снегом. Они добры к нам, пока мы добры к ним. В этом году празднование Рождества выпало на рабочий день, поэтому многие взрослые оказались отрезаны от своих семей. Кого-то разделяют сотни километров, кого-то ночные смены. Я оказался среди первых, но старался уменьшить это расстояние. Когда я выехал домой к своей семье, была ясная и чистая ночь. А теперь я застрял в снегу, машины не заводятся, у меня нет воды, еды и тёплых вещей. Сзади лежат упаковки с подарками, а рядом валяется сдохший телефон. И пока я опишу это, я не вижу, что происходит. Слёзы застилают глаза. Я просто надеюсь, что семья не найдёт вместе с подарками холодный, окоченевший... Карандаш выскользнул. Пальцы не слушались. Пели даже в перчатках замёрзнуть. Водитель медленно выдохнул. Он дрожал от холода и не чувствовал своих конечностей. Только слышал, как тяжело бьётся его сердце, быстро затухая. Хорошо, что он заранее позаботился об аварийном знаке. Теперь в машину хотя бы никто не врежется. Но герой делал всё, чтобы не уснуть. И всё, чтобы не задохнуться. Он смотрел вперёд, в обовое стекло. Надеялся видеть хоть что-то в стене снегопада, но в то же время боялся своих желаний. А вдруг там окажется нечто плохое? Страшное, вязкое, как кошмар. Перед глазами всё плывёт. Кажется, что снег наполняет машину. Хлопья липнут к стеклу, друг к другу. Накрывают автомобиль полотном. Словно погребальным саваном. Да что ж у тебя за мысли-то такие? Стала совсем ничего не видно. Нет, нет! Юноша готов закричать. Прежде всего, на самого себя. Это он позволил глазам закрыться. Позволил сну затуманить разум. Дурак, ой, дурак! Он испуган и говорит сам собой. Сходит с ума? Нельзя спать. Нельзя сдаваться. Нельзя! Он повторял эту мандру, пока не убедился, что сон отступил. Остался лишь холод и страх. Юноша нагнулся за карандашом. Бу! Разотовалось в ту сторону заснеженного стекла. На герой смотрела необычайно красивая девушка. Что? Что у тебя с глазами? Слишком идеально, чтобы быть настоящей. И потому холодная. А потом она рассмеялась. И юноша понял, что никогда не слышал такого теплого и мягкого смеха. Прости! Через мех выдавила она. Но ты бы видел свое лицо. Я хотела попросить помощи, потому что моя машина заглохла. А потом бы пришлось искать еще одного человека, потому что у тебя остановилось сердце. Герой продолжал молчать. Слушай, у меня остановилась машина. Там, дальше. Незнакомка специально тянула свою речь, чтобы ее голос казался мягче, спокойней, а значит и безопасней. Не хочешь помочь? Эм, да, да, конечно. Юноша все-таки поднял карандаш, но убрал его в сторону. Сюда же отправился и блокнот. Единственный, но молчаливый свидетель. Герой выбрался из автомобиля. С трудом перебирая затехшие ноги, поравнялся с незнакомкой. Выпрямился. А ты казалась выше. Сверху смотрела на нее. Сколько тебе? Я бы сказал, что шестнадцать. Но тогда я совру. Лукаво улыбнулась девушка. Это заигрывание? Почему вообще на это согласился? Чтобы не сойти с ума от одиночества и осознания близкой смерти, они потащились по заснеженной дороге в чернеющую ночь. Чем дальше они отходили от автомобиля, тем меньше верилось в реальность происходящего. В конце концов, и он скрылся в стене снегопада. В автомобиле, конечно, было холодно, но пронизывающий ветер там не доставал. А здесь... А здесь он еще как доставал. Проникал под одежду, под кожу, суставы ныли, а каждый шаг отдавался болью. В ступни вонзались сотни ледяных иголок. Оставалось молиться, что девушка не станет ни о чем спрашивать, пока они не дойдут до места назначения. Еще не хватало, чтобы она слышала, как тяжело юноше говорить. Зуб на зуб не попадает, а челюсть сводит от холода. Он вновь глянул на незнакомку, и все-таки как-то странно она одета. Руки голые, шея тоже. Как вообще так можно одеваться-то? На день. М? Незнакомка удивилась, но взяла протянутую куртку и накинула себе на плечи. Ты очень заботливая с твоей стороны, улыбнулась она. Мне холодно на тебя смотреть. Нужно беречь здоровье, а не щеголять тут непонятно перед кем. Незнакомка промолчала. Он удивился тому, что девушка ему не ответила, да и вообще не продолжила разговор. Она не считает его привлекательным? Ей с ним скучно? В чем причина? Хотя юноша знал, что своя машина сзади, а чужая впереди. Он ощущал потерянность в пространстве. Как будто все это ходьба на одном месте, а единственное, что движется во всей этой массовой галлюцинации. Снег. Сложно сказать, сколько времени заняла их дорога, но по собственным ощущениям, герой мог быть уверен, что не меньше 20 минут. Юноша был готов упасть в свежевыпавший снег. Даже он казался местом более теплым. Следов машины не было заметно, но в один прекрасный момент герой увидел ее, аккуратно стоящую на обочине. Без знака. Знаешь, я рад, что заглох раньше, потому что это все равно лучше, чем врезаться в твою задницу. Девушка сдержанно улыбнулась. Слушай, я вот чего не пойму. Опять завел разговор юноша. Как тебе вообще удалось вытащить меня из машины? Ну это раз. А во-вторых, о чем ты вообще думала? А если я мог помочь тебе выехать, то я бы уехал. А в чем твоя проблема? Что случилось? Машина не едет. Но это я понял. А почему? Незнакомка поджала губы, задумалась. Ну, наверное, из-за магнитных бурь. Из-за пятен на солнце? Да, из-за них! Поодушевленно подхватила девушка, но внезапно поняла. Ты ведь издеваешься, да? По-моему, это ты надо мной издеваешься. Сегодня еще парад планет. Всякое случается. Я не верю в эту чепуху, раздраженно отозвался юноша. Русалок, да, я с ними говорю. А магические свойства планет еще никто не доказал. В ответ послышался тихий шум двигателя. Надо же, заработало! Что? Как? Героя не поверила своим ушам. Парад планет подсобил. Или гадания насуженных засмеялись из-за салона? Смех звучал все ярче. Подхваченный порывистым ветром разносился по округе. Да чего же жутко это слышать? И резко прекратился, но продолжил дрожать в ледяных деревьях раскатистым эхом. Ох, что тебе пятно на солнце? Успокоившись, девушка вытерла слезы. Хочешь со мной? У нас машина не едет. Мы застряли, нам нужно выбираться. Какой бы подозрительной она ни была. Думаю, замерзся с такой красоткой будет сложно. Игрево улыбнулся юноша. А он еще и с ней заигрывает. То есть до этого она с ним заигрывала. Даже если это все пресмертная галлюцинация, а сам он уже был одной ногой в могиле, нужно забрать из этого кошмара как можно больше. И хорошее настроение в том числе. С этой мыслью герой открыл дверь. И замер от удивления. Тут что? Кровь? Юноша почувствовал, как по телу пробежался холодок. А, да, видимо, прошлый попутчик оставил. Весь сон отмывала. Заметив, что новый попутчик попледнил, девушка рассмеялась. Да шутка это. Подруга протекла. Такое бывает. Да ладно тебе. Относись к этому попроще. Да я нормально к этому отношусь. Грубо отозвался юноша. Шутишь жутко. Он залез в машину. Собирался пристегнуться. Потянулся за ремнем, но не нашел его. Очередное нарушение. Оставалось понадеяться, что они хотя бы не умрут, если машина разобьется. Ты странная. Тебе об этом когда-то говорили? Нет. Просто душно бросила она. Я жила в замке. Меня изолировали от внешнего мира. Девушка неторопливо продолжила рассказ. Моя мальчика запрещала мне общаться с людьми. Так что ты первая, кто мне такое говорит. Она наблюдала за ним через зеркало. Видела, как замешательство сменяется жалостью. Знала, что он собирается извиниться. Конечно нет. Шучу. И помешала этому. Монолог продолжился, но вместо бодрости и увлеченности, в нем сквозило негодование и злоба. Мне это постоянно говорят. Говорят и говорят. Жужжат. Как чертовы мухи. Называли меня странный, а сами покупают пластик. Загрязняют мои леса и реки. И опять спокойствие и здоровый интерес. Так, куда ты едешь? Я ехал на рождество к семье, но теперь не уверен, что вообще куда-то доеду. Что? Растерялась незнакомка. Ты еще почему? Ты не следишь за дорогой. И почему ты вообще смотришь на меня? Она пожаловала плечами, хотя знала ответ. Ты красивый. Без тени смущения констатировала девушка. Наверное, семья у тебя тоже красивая? К кому ты едешь? К родителям. Еще там будет брат. И его муж. И моя сестра. Она тоже приехала с мужем и... А где твой муж? Усмехнувшись, перебила девушка. Юноша опешил. Немного подумал. Собрался. Ох, ну есть один па. А... Машина резко затормозила. Послушался глухой удар. Пассажиру не повезло обрезаться в спинку переднего кресла. Черт. Болезненно протянул юноша, протирая лоб. Так чего ты не пристегнулся-то? Так ремня же нет. Ах, да. Пролепетала водитель. Точно. Машина остановилась. Дюга продолжила заметать окна. Дворники слабо справлялись с объемом снега. В кабине все так же было темно. Но холода юноша не ощущал. Он чувствовал запах трав и лета. Слегка прилой травы. Вкус липы. Как будто бы сейчас разгар июля. А машина прогревает не двигатель, а тепло костра. Юноша разморила и начал клонить сон. Мы остановились. Почему? Он старался сохранить ясность мыслей, хотя этого сдавалось с трудом. После собачьего холода даже машина оказалась баней. Только вот одежда сырая. Я жду член семьи. А кто он? Что он забыл посреди леса? Ты посмотри в окно. Герой подумал, что это очередная глупая шутка. Когда он вытянулся вперед, на него уставились несколько пар немигающих глаз. Сон пропал. Дверь распахнулась. Ветер затянул в машину холод и снежную пулю. Ощущение тепла и комфорта пропало так же внезапно, как и появилось. Роджер! Вскричала девушка, пытаясь заглушить ветер. Ну я же просила не открывать двери так широко. Тебе не нужно столько места. Дверь шумно захлопнулась. И не хлопать. Да, да, понимаю, что ты все понял. А теперь, пожалуйста, будь добр, пристегнись. Что? Что происходит? Как там тетя Джинджер? А, у нее появились внуки? Слушай, ну это здорово. Хонг, который не называл своего имени, уже хотел скорее покинуть машину. Все равно, что она едет. Но лучше уж с него умереть. Незнакомка перевела взгляд на Хонга. Удивлен, что знает твое имя. Настроение девушки вновь стало меланхоличным и спокойным. Ты редко выступаешь в клубе, но надеялся, что тебя никто не запомнит? От сердца отвлекло. Точно. Она просто могла услышать имя в клубе. Ничего паранормального. Кто у тебя за парень? Да не парень, я пошутил. Просто хороший друг. Обожаю крепкую мужскую дружбу. Загадочно улыбнувшись, девушка продолжила. Расскажи о нем, о твоем Роджере. А вот сейчас звучало подозрительно. Наверное, стоит перестать так удивляться с ним подряд. Ты пошел за девушкой, который в первый раз увидел, подверг себя опасности и столкнулся с некоторым дерьмом, но все еще в шоке от наряда и поведения незнакомки. Но она так много знает. Ну а если знает, зачем скрывать? Да нечего о нем рассказывать. Хороший человек, музыкант. Ну вот видишь, Роджер, ты тоже так можешь. Никто тебе на ухо не наступал. Они у тебя длинные, потому что ты кролик. Если хорошо попросишь, мой друг может тебе спеть. Да, Хонг? И опять этот взгляд. Как будто два блестящих Александрита смотрят на тебя. Холодные. Но такие прекрасные. Хонг ни у кого не видел таких глаз. Теперь он понял, как девушке удалось так легко им манипулировать. Я не буду петь. В этот раз он не поддался ее чарам. Какая няша-стесняша. Недовольно прорычал ролик. Рольк. К ролике. Хонг продолжал успокаивать себя тем, что все это галлюцинация от обморожения. А сам он спит, пока жизнь покидает его тело с каждым выдохом. Тише, Роджер. Ну, будь вежливей. Это слишком личное. Я про пение. Значит, только для крепких мужских друзей? Познал бы тебя получше. А ты знаешь. Я не знаю, кто ты. Не знаю, почему ты так одета. Куда ты едешь. Я совершенно ничего о тебе не знаю. Ну, кроме того, что ты странная и холодная и... От волнения дрожал голос. Но юноша пересилил свой страх. Ты заигрываешь со мной. А я даже не знаю, есть ли у тебя парень. Есть. Я понимаю твое возмущение. Не, ну ты слышал. Хонг спросил у кролика, а бортом обратился к девушке. Ну так... Так почему ты не с ним? Я с ним. Хонг переговорил взгляд на Роджера. Слышит ее парень? Нет. Слобно отозвался кролик. Даже не думай. Ладно, а где парень? Уже поздно пытаться держать собственную крышу под контролем. Кажется, нужно просто смириться. Только вас с чем? С говорящим кроликом? Или с смертью? Мы скоро встретимся. Голос девушки отлег Хонга от мрачных мыслей. Дело в том, что мы с ним еще не познакомились. Достаточно хорошо, чтобы быть вместе. Сегодня встретимся. Надеюсь, он примет тебя со всей твоей кукухой. Отстраненно отозвались и в ответ. Ну, в этом можешь не сомневаться. Так, ты едешь к нему навстречу? Да, а еще там будет мой хороший друг и много хороших подруг. Так у вас вечеринка? Да. И где вы? Очередное резкое торможение. В этот раз Хонгу повезло не удариться. Все, приехали. Выходим. Он оказался на улице, на краю города. Здесь тихо, но морозно. И ветер гуляет не среди деревьев, а завывает в подъездах многоэтажек и мрачных переулках. Промокшая холодная одежда неприятно липнет к телу. Так и просто и тихо, думал он. Слушай, ты не вернешь мне куртку? Хонга обернулся, но машины уже не было. Зато был родной дом. Автор. Благодарим за внимание. Слушай, я даже не знаю, что сказать. Игра как-то очень неожиданно обрывается. И по итогу, что это было? Здесь довольно-таки интересная рисовка. Мне она понравилась. И необычная, и в то же время интересная история. Где выводы о том, о чем эта история, что она означает, каждый может сделать сам. Спасибо за просмотр. Хорошего тебе настроения. И до встречи в следующих сериях. До встречи в следующих сериях.